Итак, еще раз, еще раз. Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Время поговорить о финансовых рынках. Меня зовут Олег Дмитриев, а в гостях сегодня представляю Владимир Рожанковский, директор аналитического департамента институционной группы Норд Капитал. Добрый вечер. Здравствуйте. И Максим Асачий, начальник аналитического управления банка БКФ. Добрый вечер, Максим. Рад вас приветствовать, Максим. Добрый вечер. Ну и славненько. Настроение у моих гостей, как вы слышите, уважаемые слушатели, прекрасное. Несмотря на то, что мы выяснили, что у нас нет счетов на Кипре. Да, да, мы только что. Все это счастливы. Правда, об этом все говорят. Как вы тоже выяснили. Вот именно. Верить этому не надо. На слово не надо. Не видели мы еще пока такого человека, который бы сказал, что у меня есть. Но зато Вероника Чекина, которая обычно сидит справа. Ну да, то есть она визавитвая. Она на Кипре. Она отдыхает, я думаю, она не поехала туда. С наличкой обычно русские туристы ездят отдыхать с наличкой обычно. Куда бы то ни было. Она в поте лица своего там пишет статьи Forbes на тему Кипр. Понятно. То есть она как бы изнутри все это делает. А там сейчас, я думаю, очень хорошо сейчас можно отоваривать. Потому что все-таки, ну, проблемы там с банкоматами. 100 евро дают. Не у кого денег нет, а вы приехали с налом. И, соответственно, продавцы, наверное, хорошие скидки дают. И сейчас те, кто как вот русские приезжают с пачкой нал. Ох, они сейчас там, наверное, вообще... Денег нет, но товары дешевые. Так, я прошу прощения, уважаемые гости. Я очень рад, что вы сразу же включились в бурное обсуждение. Но, тем не менее, есть некие, давайте, обстоятельства, которые я все-таки проговорю. Во-первых, тема сегодняшней программы «Сухого остатка» мы глобально вывели ее. Глобальная экономика, к чему приводят стимулирующие программы мировых центробанков. То есть основная идея сегодня у нас такая. Мы поговорим о монетарной политике, да, с точки зрения вот всех известных, крупнейших, по крайней мере, мировых центральных банков. Далее, далее, я напомню слушателям, потому что я уверен, что у них будут вопросы к вам или собственные мнения захотят они озвучить. Я напомню им, вам, уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте эти самые вопросы. Ну и последнее приготовление, 18.06 в Москве. Я начну традиционно с того, что нарисую картину маслом на это время, что происходит на основных финансовых площадках. Итак, начнем с отечественного рынка. Два основных индикатора рынка фондового Российской Федерации ведут себя следующим образом. Индекс РТС теряет 0,1%, 1442 на 18.06. Вот такая у него котировка. Да, 1442. И ММВБ прибавляет 0,3%, 1421 в моменте. Далее мы вспомним азиатскую сессию. Там легкая эйфория по 0,1%. Индекс Nikkei 225 и Shanghai Composite. Вот два индикатора я взял. Значит, Европа в лице FTSE 100 сегодня в минусе на 0,5%. Вчера, вчера, вчера было... А, уже американцы торгуются, поэтому не вчера, уже сейчас, да? И Dow Jones, и S&P 500 теряют по половине процента. А, вчера, стали на последних максимумах. Но через день они вообще. Через день они, да. Они то выскочат туда, то, значит, присядут немножко. Почетным растем, по нечетным партнерам. Великолепная торговая система, Владимир, рекомендую. Пожалуйста. Очень несложный торговый алгоритм для вашего первого робота. Это да. Значит, дальше смотрим. Сырьевые рынки и рынок Forex. Нефть марки Brent выше 109 торгуются. То есть, после последних снижений небольшой отскок мы наблюдаем. Золото выше 1600 за унцию. И евро-доллар продолжил сегодня активное снижение. И, в принципе, уже вблизи 27-й фигуры. Сейчас отскакивает 1,2768 его текущая котировка. Набор голубых фишек Российской Федерации сегодня традиционно разнонаправлен. Но преимущественно в зеленом цвете, что не может не радовать. Лидерам роста можно выделить и акции Лукоила больше процента. Акции НЛМК больше 2 процентов. Вчера все было наоборот, как вы понимаете. Ростелеком прибавляет больше процента. И 2,5 Русгидро. Сургутнефтегаз, правда, 2,3. В лидерах падения, я отмечу, банк ВТБ продолжается. Его такая печальная история. Почти 2 процента он сегодня... Ну да и дорога. Ну ладно, ладно. Ничего личного, Максим, только бизнес. Нет, на самом деле... Только бизнес. Только бизнес. Хорошо. Вот такая вот картина маслом, еще раз повторю. Значит, на... ВТБ, возрождение распродали ни на чем тоже. Результаты хорошие, на мой взгляд, вышли. Мне понравилось сегодня, где-то я в средствах массовой информации, что Магнит начали активно продавать, потому что разочаровались величиной дивидендов. Хотя 31 процент, если смотреть на заявленные... Магнит это русский Apple. Русский Apple, да. С точки зрения динамики акции, да, не с точки зрения продукции. Конечно, конечно. Ну так вот, Максим, отвлекайся, пожалуйста, от своих планшетов. Итак, давайте начнем. Давайте начнем с заявленной темы. Глобальная экономика. Программы количественного смягчения. Как долго вообще все это глобально, я имею в виду, глобальная экономика может это выдержать? Как долго она вообще может существовать? А вы знаете, это самое интересное по поводу вопросов. Максим, позвольте, я... Давайте, давай. Смотрите, вот момент этот, когда Бена Бернанке мучили, вот два года, наверное, или три года. Как долго мы... Да, да, да. Это будет продолжаться, значит. Ну, не раньше, чем до начала 2014-го. Потом говорил, ну, где-то до середины 2014-го. Потом, конец 2014-го. Он уже, видимо, так устал, на самом деле, постоянно менять, задвигать, 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 что он выработал новую формулу ответа на этот вопрос. Это, говорит, закончится тогда, когда либо безработица опустится до 6,5 процентов, либо инфляция вырастет до 2 процентов. А вот вы теперь мне и скажите, когда это произойдет. Браво, браво. Ну, он молодец, молодец. Выкрою, ну, академический бэкграунд. Конечно, и, в принципе, мы говорим, что господин Бернанке на посту главы Федрезерва все-таки вещь достаточно одиозная, да. У нас, говорят, когда рак на горе свистнет, но он тут более такой, как бы сказать, интеллигентный. Интеллигентный, более экономические прогнозы, да. Рак свистнет. Ну, Бен Бернанке же выдвинул забавную точку зрения о том, что программа количественного смягчения, она не есть вот та самая пресловутая «beggar your neighbor», да, то есть ударит ножом твоего соседа. Да, садись своему соседу. А наоборот, то есть дело ему приятное, то есть и в этом что-то есть, то есть он говорит, что программа количественного смягчения на самом деле позитивно влияет на страны, ну, в общем-то и на мировую экономику. Последняя его речь в London School of Economics он выступал. То есть это вразрез идет, да, вот с мыслью о том, что валютные войны, которые, кстати, да, по сути-то свои, это вот попытка, да, так сказать, искусственно девалировать национальную валюту в пику там своему там контрагенту торговому. То есть это как бы... Понимаете, доллар на самом деле обладает совершенно уникальным качеством. Сколько бы его ни напечатали, инфляции нет, пока нет. Пока, да, пока. Вот, то есть, и действительно в этом смысле, если то же самое, например, захотел бы сделать, ну, тот же ЕЦБ в таком же объеме, я думаю, что инфляция в Европе была бы чудовищная. То же самое делает Мервин Кинг в Англии. Инфляция по английским меркам чудовищная. И лишь Бен Бернанке может печатать деньги и при этом еще глумится фразами о том, что, вы знаете, мы же ведь еще и вам даже помогаем. Поскольку инфляции-то нету. В общем, мы миру даем доллары. То есть миру не хватает долларов, и мы их производим, в том числе и для вас, для ваших нужд. Володя, хорошо, а вот то же самое в Банке Японии как выглядит? Все-таки несколько иначе, да? Обязательно надо было эту тему затронуть. Не знаю, Максим, нам тоже, как бы, давайте по очереди, чтобы... Ну, мы же знаем, что Япония перешла тоже к мягкой политике, то есть включают на полную мощь станок. Я бы так сказал, она пришла к жесткой мягкой политике. Потому что, да, условия вот этих, ну точнее, темпы, по которым они печатают эти деньги, это же просто неимоверные какие-то. Они подняли, они подняли таргетируемую инфляцию, вот. Инфляция для японца, это совершенно какое-то слово забытое. Не японское. Не японское оно, абсолютно это слово. Угласен. Ну, в принципе, в принципе, да, валютная война, хотя и пытались говорить на самом высшем уровне, что нет, но на самом деле она, конечно, в полном разгаре. И понятно, что в итоге всех этих валютных войн будет один-единственный результат. Глобальная инфляция. А существует мы катимся к тому, что и было до кризиса вот этого 7-8 года. Вот абсолютно такая же ситуация. Вот. И сразу скажу, что да, действительно, стимулирующая политика возможна, но она ограничивается стимулирующими политиками стран-партнеров. То есть, ну, например, с точки зрения макроэкономики происходит простейшая вещь. Да, действительно, вы накачиваете экономику денежной массы, увеличиваете объем денежной массы, включаете печатный станок. У вас становится, ну, автоматически вы тем самым удешевляете свою рабочую силу, удешевляете стоимость своих товаров и становится дороже импортная продукция. Да, мы можем такую формулу придумать, например, вот современного количества стечений. Ну, прости, ради бога. Давай мы сейчас прервемся, да. Слышим, да. События, которые более локальные, если хотите, события, которые будоражат наше с вами воображение. Ну, и не только воображение, а у некоторых и кошельки будоражатся тоже. События, которые исходят в моменте, сейчас, да, на конкретный момент события и за пределами Российской Федерации, и внутри ее. Об этом мы сегодня говорим, присоединяемся к нашему разговору. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании finam.fm. Максим, буквально два слова. Давай закончим по поводу того, как ситуация, да, в Японии, в частности, выглядит с точки зрения программы количества смягчения. Да, в общем-то, толку от этой программы японской экономики к мертвому припарке. Вот. И вообще, я больше верю, на самом деле, в теорию поводка Кейнса. Так. Вот. Поводок Кейнса, это как бы утверждение о том, что вот сдерживать собаку с помощью поводка можно, а вот заставить ее бежать быстрее нет. То же самое и в экономике. То есть сдерживать... Вот этими монетарными, да, способами? Жесткая монетарная политика. А заставить ее так вот серьезно двинуться вперед с помощью всяких монетарных штучек, нет. Ну, Максим, это самое, как его, Курава, да, по-моему, новый глава... Японская цитробанка, да, да. Он сказал, что, собственно, диапазон комфорта для японской иены в ее кросс-курсе с долларом, это 95-105 иен за доллар. Это давно-давно забытый уровень. И на самом деле я согласен по поводу аллегории собаки и поводка, но для японских экспортеров действительно, значит, слабая иена, она жизненно необходима. И они именно привыкли фактически так работать, потому что конкуренция сейчас гораздо стала шире. Если в 70-е, начале 80-х годов японская продукция, хай-тек, она фактически была вне конкуренции, то сейчас им на пятки наступают и корейцы, и те же японцы. Ой, простите, китайцы, да, и Европа, если что, пошло, и тот же Apple в США, и поэтому у них осталась единственная возможность конкурировать в автопроме и в хай-теке, это ослаблять иену. И в этом смысле, все-таки, я согласен по поводу поводка и вместе с тем, этот поводок, мы говорим сейчас не о росте, если его применить к иене, то получается все довольно-таки просто, поскольку ослабить теоретически, опять же, повторяю, теоретически. Ослабить валюту гораздо проще, чем ее укрепить. И здесь у Японии действуют просто некоторые определенные обязательства перед другими членами G7, почему она этого не делает. Хотя она это делает, но в таких объемах, которые были объявлены, там 200 миллиардов долларов, но около этого не делала раньше. Потому что, ну, действуют определенные правила игры, это финансовая дипломатия. Этика некая, да? Да, финансовая этика, финансовая дипломатия. То есть, если этой этики нету, если мы с ней распрощались, если мы говорим бай-бай действительно хеллоу валютным воинам, то в этой ситуации действительно, в общем, у Японии оказываются развязанными руки. Ну, тогда давайте печатать. Притом, вот эта формула, которую я говорил, гипотетическая, что, скажем, Федрезерв имеет, например, баланс 3 триллиона долларов, экономика там 13 триллионов. Соответственно, если он выпустил еще триллион долларов, то другая экономика, у которой, предположим, размер составляет там, предположим, 3,5 триллиона, она может напечатать в пропорции такое же количество денег. Вот это было бы справедливо, но это, к сожалению, не работает. То есть, она напечатает столько же, да, но учитывая, что она там, объем ее... Да, все валюты унивалентны. Они подчиняются, к сожалению, разным законам монетарным. И вот это больше всего сбивает с толку. Потому что, если бы эта формула работала, то было бы намного проще жить. Ага, Федрезерв сделал такую-то программу, он и выполнил. Соответственно, Еврозона, Япония, там, кому надо еще денег. Все могли бы в такой же пропорции увеличить денежную массу. Вот, и тогда был бы некий такой курсовой паритет. Но его не происходит. Потому что у доллара еще остаются остатки его былой славы Safe Heaven, безопасной гавани. И эта безопасная гавань, она чертовски дорогой бренд, как выясняется. Но она только лишь бренд, как ты считаешь, да, вот сейчас? В основном бренд. То есть сейчас, Максим, согласен, нет? То есть сейчас доллар, несмотря на то, что все-таки, да, любое потрясение на рынке, и мы видим, все бегут в доллар, там, в трежерис. То есть все-таки эта бренд уже, вот эта былая слава, она неубедительна сейчас, да, в долларе? А кто конкурент? Евро, вот смотри, что творится. Только лишь поэтому, да? А больше некуда. Больше некуда. Да, евро сам себе палки в колеса вставляет. Поэтому, если бы он этого не делал, возможно, у евро мог бы потягаться с долларом. Ну, поскольку евро раз в полгода сам себе, как говорится, бьет по морде, то доллар по умолчанию остается худшим, вернее, лучшим из худших. Всяком, да. Всяком, да. Кстати, давайте о морде Европы поговорим немножко. Очередной удар, да, нанесла она себе две недели назад. Как? Так, событиями с Кипром, события продолжают развиваться, несмотря на то, что там вроде бы легкое затишье, якобы, да, договоренности какие-то. Ну, как минимум, там сняли первое вот это вот нервное напряжение, да, когда было объявлено вообще о каких-то катастрофических решениях. Сняли, но тем не менее продолжают двигаться в том же направлении. Банки обещают открыть завтра, я не уверен, что это обещание будет выполнено. Да, я его... Приоткроют на сантиметр. Уже несколько раз переносили банковские каникулы, сроки завершения банковских каникул. Ну, вот, действительно, завтрашний срок обозначен. Вот, хотя надо зайти на сайт Центрального банка Кипра, может быть, там уже... Уже может быть вполне, да. Вот, но президент Кипра Анастасиадис абсолютно четко заявил, что будут введены меры контроля за движением капитала. И это без этого... Знаете, такая... Если откроется, если откроется завтра... Лавину, и ее пытаются контролировать при помощи светофоров и дорожных знаков. Вот, кстати, как она, да... Если завтра откроются банки, скажем, в 9 утра, то в 10 утра они уже закроются. Да, да, да. Не останется денег. Просто там не останется денег. Это будет классический банк-ран. Поэтому делались пока заявления, насколько я помню, министром финансовым Михалисом Сарисом, в частности, о том, что меры капитального контроля будут сохраняться на протяжении недели. Я думаю, что это не так. Как минимум, это будет месяц, а может быть и годы. Потому что, например, в Исландии, где была абсолютно такая же ситуация с точки зрения банковских сектора и даже хуже, там отношение банковских активов к ВВП 11. На Кипре там поменьше 8-9. Там в восьмом году рухнули исландские банки и меры капитального контроля сохраняются до сих пор. Уже 5 лет до сих пор. Также весьма долго сохранялись меры капитального контроля и в Аргентине, когда там в декабре 2001 года. Вот. Поэтому я очень и очень не завидую, конечно, тем российским компаниям, которые имели деньги или в Бэнк оф Сайпрус, или во втором Лаки. Лаки, да. Вот, Лаки. О, кстати, хорошая оговорка. Прямо по Фрейду. По Фрейду, да. Лаки. Вот. Счастливый, что значит. Вот. Ну, уже прошла информация о том, что наши, что, значит, эти деньги пытаются где-то как-то раздербанить кипрские, которые там лежат, то есть каким-то образом вывести. И пошла информация о том, что, ну вот можно сейчас почитать на Бизнес.ФМ, например, уже час назад сообщали, что подобные проводки якобы делаются, я в это ни в коем случае не верю, например, через 80-процентную дочку Банка Кипра, это Банк Юниас. Вот. А также через дочки, а также через дочки Банка Кипра и Лаки в Англии. Ну, в любом случае, да, это пока предположение, ну и мы не будем, наверное, их озвучивать, уж тем более комментировать. Все-таки надо понять, что в конечном итоге, да, ну, в зависимости от того, как будут развиваться события, чему приведет вот эта история с Кипром в целом, да, в целом в разрезе еврозоны и в целом в разрезе мировой экономики, глобальной. Ну, мне кажется, что еврозона действительно допустила две больших ошибки к настоящему моменту, исключая самую главную, то, что она образовалась. Да, это была первая ошибка, вот, но из тех, которые произошли в посткризисный период, первая, на мой взгляд, глубочайшая ошибка, я до сих пор считаю, что это так. Что такое, никак вот время не дает тебе договориться. Значит, мы сразу продолжим с твоей речи, сейчас новости на Финам.ФМ, потом. Итак, продолжаем наш эфир, продолжаем сухой остаток на Финам.ФМ, тема сегодняшней программы глобальная экономика, к чему приводят стимулирующие программы мировых центральных банков, ну, помимо всего прочего, мы еще обсуждаем текущие события на финансовых рынках. Я напомню, в гостях Владимир Рожанковский, директор аналитического департамента инвестиционной группы «Нордкапитал» и Максим Асачий, начальник аналитического управления банка «БКФ». БКФ. Ну, Малыш, давай закончим, да? Да, по поводу Европы. По поводу Европы. Все-таки вот эти две ошибки. Значит, первая ошибка была, это реструктуризация греческого долга, двойная. Ее называли репрофайлингом, там, руловер и так далее, но, по сути говоря, в том состоянии Греция находилась состояние технического дефолта. И невозможно называть вещи другими именами. То есть то, что они сделали, вот мы сейчас видим последствия, в частности, на примере того же самого Кипра. И помимо Кипра, там есть масса частных инвестициональных вкладчиков, которые имели эти банды, которые никак не могут рассчитывать на помощь ЕЦБ, потому что ЕЦБ основал программу ЛТРО только для банков, фактически спасая европейскую банковскую систему. И эта история, она будет постоянно висеть домокловым мечом над ЕЦБ и заставлять его постоянно поддерживать облигации стран ПИКС. Фактически в тот момент, когда реструктуризировали греческие облигации, ЕЦБ подписал себе приговор на пожизненное спонсирование долгового рынка Европы. Это была ошибка номер один. Ну и ошибка номер два, мы знаем, что экспроприация, она ни в коем виде неприемлема в современном обществе. Поэтому то, что произошло на Кипре, любыми способами надо было это продолжить. Понятно, что Кипр специфическая экономика, кроме банковского сектора практически вообще ничего нету, но значит нужно было что-то другое придумывать. Продавать этот Кипр, я не знаю, там Британии или России. Ну извините, я конечно утрирую, киприоты сейчас кипят от негодования. Ящик Пандоры, да, открытся? Да, но не экспроприация. Экспроприация финансовая в современном мире, это колоссальный анахронизм. И фактически вот эта вот вторая ошибка, она стала следствием первой. И уже сейчас ЕЦБ по самые уши сидит в том, что он вынужден будет теперь держать свой рынок долговой до скончания века. Весьма приблизительно в той же ситуации, в которой находится сейчас ФРС США, но по разным причинам. Ну я не думаю, что это так трагично. Я думаю, что Европа очень быстро выберется из ямы. Выйдите на улицу. Из ямы какой ты имеешь в виду? Вот это кипрская яма? Ну в том числе и из европейского кризиса в целом. Ну она, извини, милый, она выбирается уже сколько? Вот я думаю, что выйдем на улицы и посмотрим, какое количество там Пежу, какое количество Мерседель. Это другая тема. Мне бы нравится больше пословица о том, что обжегшись на молоке, начинаешь на воду дуть. Это именно та сила, европейское мощное производство в ядре Евросоюза, вот оно прекрасно. Это Германия, Франция и, предположим, Финляндия. Вот и останется вам, пожалуйста, Евросоюз. Если мы об этом говорим, я, Максим, абсолютно согласен. Как раз и от Евросоюза, и от Еврозоны, вот от этого объединения ядро имеет очень много. Они получают эксклюзивный рынок поставок. Вот эти как раз все страны как бы мягкие, все эти... Не платежеспособных покупателей. Отличная клиентура. Отнюдь, отнюдь. Они вполне были платежеспособные. Они у них в банках, конечно, занимают деньги. На их же деньги и покупают их продукции автопрома. Они были, были, ты говоришь. Но насколько они смогут этот свой платежеспособный спрос вот после последних событий восстановить? Даже и с Кипром не все так просто. Вот давайте не будем драматизировать ситуацию. Мы забываем почему-то, что там в шельфе Кипра находится где-то как минимум на триллион долларов газа. Вот это коллетерал. Не экспроприация. Кто возьмет, кто возьмет. Природные ресурсы. Европа. Ну правда, если не перебежит дорогу Америка со своей сейчас. Уже Керри, госсекретарь, уже обращался на эту тему. То есть, вот давайте не будем драматизировать. Хорошо, не будем. Все, вообще, все кризисы... Взверные активы, да. Экспроприация нет. Вообще, все кризисы имеют тенденцию когда-нибудь кончаться. Ну некоторые, правда, смертью... Того, кто попал в кризис, да? Нет, ну нормально, мы будем оптимистами, я с тобой согласен. Максим, мы не драматизируем. Просто действительно вот ситуация... Я лишь хотел сказать, что ЕЦБ в какой-то момент мне очень симпатичен был. Когда был во главе Трише, была действительно отличная абсолютно политика у ЕЦБ от политики ФРС. То есть, отличная, отличающаяся. Отличающаяся. Отличная все-таки, да? И отличная. И в этом смысле. И отличающаяся. То есть, в то время, как, значит, ФРС печатал деньги, ЕЦБ держал высокими ставками, чем привлекал со всего мира деньги на депозиты европейских банков. Потом пришел Драги, увидел, что что-то у нас как-то рост не очень вроде, хотелось бы и рост побольше получить. И фактически скопировал модель ФРС. И с этого момента ЕЦБ фактически сейчас исполняет ту же самую партию, что и ФРС. Правда, по разным причинам, подчеркну и повторюсь. А, кстати, вот, извините, пожалуйста, вот этот момент о Трише вспомнил. Момент, когда уже забушевал кризис в Греции, это, по-моему, 10-й или 11-й год, а он пару раз поднимает ставку рефинансирования Трише. А, естественно, Драги пришлось ее потом, что называется, на прежний уровень. Это оправдано было, вот, подобное решение? У него, у Трише был отличный, опять же, это слово, Драги взгляд на то, чем можно приманить иностранный капитал и за счет чего выживать. То есть Драги, он, скажем так, последователь экономической модели восстановления Евросоюза, Еврозоны. Трише был больше последователем монетарной системы. И в чем-то мне Трише больше симпатичен, потому что Драги где-то прав, но это было бы возможно в том случае, если бы экономика Еврозоны была бы монолитна. Монолитна, монолитна, одинаково везде. Но у них даже нету, так сказать, министерства финансов, которое бы все это контролировало. Поэтому экономическая модель Еврозоны, восстановление ее, у нее очень много изъянов. Хотя и монетарная модель не перфектна, но с моей точки зрения, это, опять же, мое личное мнение, я его никому не навязываю, в том числе, конечно, в первую очередь и Максиму. У Европы был шанс монетарно восстановиться за счет высоких ставок и за счет превращения в капитальную столицу мира. Драги эту модель разрушил. Да, я понял. Ну, единственный, вот, крошенный нюанс, меня все-таки немножко задевает, уничтожение врачной Кипра, крупнейшего центра отмыва на территории Европы, я считаю, это просто сложились очень удачные обстоятельства, и это было произведено. Просто этим воспользовались, да? Да, этим воспользовались, так что я просто аплодирую. Я понял. И относительно дешевой ценой, я считаю. Хорошо. Ладно, бог с ним, действительно, пока, ну, поживем, увидим, что называется, да, обсудить, обсудили. Давайте вернемся к нашей заявленной теме. Мы поговорим о мировых центробанках и самый мировой центробанк в этом списке, конечно же. Так, выпивем. Нет, не будем. Так это банк, центральный банк Российской Федерации. Грядут перемены, как в том же самом замечательном фильме говорил главный герой. Грядут перемены и у нас, да, и, видимо, перемены это не ограничится формальной сменой главы центробанка, а за этим последуют некие события и в политике, и в экономике, и, может быть, даже в жизни людей, в нашей с вами. Максим. Ну, приоритеты у Центрального банка России на текущий момент были такие. Первый, это конституционная задача Центрального банка, она обозначена просто в Конституции, это стабилизация национальной валюты рубля. С этой задачей Центральный банк, ну, иногда справляется, иногда нет. Ну, в большей степени справляется все-таки, да? Вот, да, в большей части. В большей части. Но иногда почему-то рублю. Ну, потому что это там все за бугром, они же причиной тому, что у нас вдруг начинает вот неожиданно летать национальная валюта. Когда там все спокойно, мы справляемся. Это тонкий вопрос. Хорошо. В основном, на самом деле, она летает по-нашему, как бы это сказать, помягче. Недоразумение. Да, недоразумение. Хорошо. Вот, на втором месте и потихоньку начинает на первое место выходить другой приоритет, принятый в более цивилизованных странах, чем наше, а именно таргетирование инфляции. И вот сейчас некоторый переходной период начинается. Вы помните, была недавно очень острая критика со стороны Дерипаски в Давусе. Вот совсем недавно он крыл Центральный банк почем зря и обвинял его в том, что из-за жесткой политики денежно-кредитной, в общем-то... Невозможно работать. Невозможно работать, да. Ну и тормозится экономический рост. Мне показалось это тогда нонсенсом, но эта критика начала звучать уже со стороны отдельных депутатов в парламенте, причем довольно высокопоставленных. Вот, и она очень становится активной, более того, уже приходит к той точке зрения, что на Центральный банк возложить, уже, видимо, на уровне закона... Да, обязать его, да. Да, обязать его отвечать не только за, так сказать, здоровье рубля, но и за здоровье экономики. То есть за экономический рост... Таргетировать инфляцию и безработицу. И безработицу. Как некоторые, да? Как ФРС. Как некоторые. Но, извините, ФРС может это делать. У него две переменные. У него всего две переменные. У него одна переменная, это инфляция, а другая экономический рост. Ну, безработица, да. А у нас три, если мы начнем, а мы никак не можем вот эти три переменные одновременно, то есть курс, инфляцию... По определению этого невозможно. Да, это, увы, невозможная троица. Вот. Но не все это, к сожалению, понимают. Если мы, да, мы можем, например, денежную политику, центральную кредитную денежную политику ориентировать на рост. Экономики. И мы тогда наживем мощную инфляцию. И мы наживем абсолютно, вот с учетом нашей специфики нефтяной, мы наживем просто рубль болтающийся, как воробей в овине. Это абсолютно однозначно. И это почему-то абсолютно непонятно очень многим высокопоставленным, весьма высокопоставленным деятелям. Вот недавно, например, центральный банк чуть было не оказался под господином Глазиевым. Это есть вот такой персонаж, он, сложно поверить, академик Российской академии наук для сравнения. А Дмитрий Иванович Менделеев умер член КУРа. Всего лишь, да? То есть, это значит, у господина Глазиева есть какие-то открытия, которые больше, чем таблица Менделеева. Инфляция везде наблюдается, не только в денежном выражении. Да, совершенно верно. И в названиях, и в словах. И вот, значит, этот господин Глазиев как раз один из сторонников стимуляции экономики мерами печатного станка. Ну, то есть, денежно-кредитной политики. И вот этот человек мог стать действительно главой центрального банка. Это был бы просто космический ужас. Ну, слава богу, пришла... Не в обиду будет сказано Шойгу, просто очень часто его бросают на сложные участки. Да, именно это я хотел сказать. Ну, зато в центральном банке бы ввели форму, они бы все ходили в форме. Да, по крайней мере, было бы убедительно. Друзья мои, здорово. Сейчас мы прервемся опять, да, новости послушаем, потом продолжим. Итак, продолжим. А точнее, сейчас уже скоро заканчивается. Столько опять, да, мы с вами не обсудили важных вещей. Тема какая глобальная. Тема, да, да, тема необъятная. Ну, да ладно, живем, увидим. Лиха беда начала, встретимся неоднократно. Еще, Максим, давай продолжим. Итак, мы вернемся к банку, самому центральному банку в мире. Это Центральный банк Российской Федерации. Собственно, какие основные проблемы, ну и задачи в связи с приходом нового главы Центрального банка ты видишь? Ну, основная проблема, конечно, состоит в следующем. Все-таки госпожа Набиулина, она была кем? Она была помощником президента Российской Федерации. И в связи с этим возникает вопрос. Вот если бы пришел, скажем, кто-то из инсайдеров, профессионалов, да, ну, например, тот же Алексей Улюкаев. Вот два варианта. И вот пришел варяг. Вот два варианта. Вопрос. В каком случае мы получим, как бы, большую независимость Центрального банка? Ну, логично предположить, что все-таки во втором. То есть, инсайдер, в смысле, инсайдер, когда пришел бы инсайдер, да, а не варяг. Вот этот вариант. Когда человек приходит, ну, скажем так, лояльный по отношению к руководителю страны, то в этом случае, наверное, говорить о сохранении независимости Центрального банка, ну, наверное, не приходится. А что такое отсутствие независимости для Центрального банка? Это то, что меры, ну, грубо, тебе говорят, напечатай столько-то, профинансируй столько-то. И ты это делаешь. Хотя ты понимаешь, как специалист, как профессионал, что этого делать нельзя. Например, говорят, нужны длинные, но дешевые кредиты экономики. И ты делаешь длинные, но дешевые. И никакие, да, не воспринимаются контраргументы. Вот, собственно, что это означает? Это означает мягкую политику. Это означает смягчение денежно-кредитной политики Центрального банка. Госпожа Набиулина, именно этот персонаж, да? Я, смотрите, потому что ведь она пришла из мэр, а задача мэр все время ободался с Министерством финансов и с Центробанком за счет того, что дайте нам дешевые деньги, и мы перевернем весь мир, грубо говоря. Ну, перевернем российскую экономику. Теперь эта фигура оказалась там, с кем она, собственно говоря, спорила все время по этому поводу. И, естественно, она теперь, понятное дело, будет делать то, что она хотела бы, чтобы делали ее оппоненты. Но это логично предположить. Ну, надеюсь, все-таки люди очень сильно меняют свои точки зрения в зависимости от мест. То есть место все-таки красит человека. Нет, она через полгода будет, мировоззрение, сильно подкорректировано. То, что казалось просто с позиции главы мэр, может оказаться совсем не просто с позиции главы ЦБ. И она уже так будет смотреть на мэр, что, мол, это вот там мэр ерундой занимается. А здесь все очень серьезно. Это хороший для нее, естественно, опыт. Но вопрос в том, время ли сейчас для России ставить подобные эксперименты, когда все у нас вокруг горит синим пламенем. Володь, ну, согласишься, да, это вопрос риторический. Мы живем в эпоху экспериментов всю жизнь практически. Просто эксперименты отличаются периодически друг от друга. То один, то второй. Я думаю, что все-таки, если начнется хоть какой-то маневр в сторону такого неоправданного смягчения и в сторону стимулирования экономики, ослабления денежно-кредитной политики, вот выдача длинных и дешевых денег, да, промышленности, то в этом случае, в этом случае мы сразу заимеем дестабилизацию рубля и сразу заимеем рост инфляции. Он и сейчас-то немаленький, 7,2% сейчас. Вот. Поэтому я думаю, что госпожа Набиулина резко может переметнуться из голубей в ястребы в отношении денежно-кредитной политики. Я не надеюсь на это, кстати. Вот. Но есть еще и второе обстоятельство в связи с кандидатурой госпожи Набиулиной. Это то, что она, по существу, являлась преемницей Грефа. И, в общем, многим ему обязана в своем резком возвышении. Вот. А Греф становится ее, в общем-то, даже и двойным подчиненным. То есть первое подчинение... Непосредственно, да? Первое, это просто центральный банк является, как вы знаете, контролирующим акционером сберегательного банка, ну, а второй просто надзор осуществляет, центральный банк. Так что, ну, посмотрим. Мы говорим Сбербанк, подразумеваем Центробанк. Мы говорим Центробанк, подразумеваем Сбербанк. Там как-то у Маяковского по-другому, кажется, немножко было. Но, в общем, суть та же самая. Надеюсь, что такой конфликт интересов все-таки будет где-то как-то преодолен. Но я это наметил, вот эти два момента, как некие вот... Ключевые. Да, как некие ключевые. То есть, ухраните деньги в сберегательной кассе. Ну, где-то так, под подушкой вы. Так что, сейчас, главное, чтобы в приоритеты Центробанка, не дай бог, не вписали ни поддержание роста, ни, так сказать, инфляцию. Не дай бог, в смысле, ни безработицы, ни поддержание безработицы. Ну, и напомню, мы уже упомянули некое теоретическое обоснование, вот, как бы, ну, скажем так, некачественности денежно-кредитного стимулирования роста. А есть еще другое теоретическое обоснование, наоборот, качественности. Это кривая Филлипса, знаменитая, да, что с помощью, значит, что инфляция, чем выше инфляция, тем ниже безработицы. И наоборот. То есть, получается, что мы можем, казалось бы, запустить станок и снизить безработицу. Ну, через, в принципе, логика простая. Когда мы запускаем денежный станок, то выручка, прибыль становится в моменте больше у предпринимателей. Они думают, что надо расширяться, нанимают больше рабочей силы. Да, логика, казалось бы, стопроцентная, но она, как показала дальнейшая история, не работает. Или работает на малом времени. То есть, всех можно обманывать, но только короткое время. Некоторым удается. Или одного. То есть, по существу, печатный станок — это инструмент обмана денежных масс. Извините, народных масс. Да, народных масс. Я с тобой согласен. Я бы, может быть, даже еще добавил, что это еще и способ самообмана какой-то. Может быть, такого, знаете, некий мазохистский такой вариант, что надо что-то делать. Понимаете, я согласен полностью с этим тезисом. Я тоже, честно говоря, антимонетарист. Я, так сказать, пришел в этот рынок как экономист и продолжаю, как бы, отстаивать действительно экономические святые принципы. Но, понимаете, когда я смотрю, что происходит вокруг, и не только я вижу, все это видят, возникает у многих искушение. Понимаете, если тот, как говорится, гребет лопатами, ну, дайте же мне маленький совочек хотя бы. Ну, раз все, то почему не я? Что я, рыжий? Понимаете, вот такое вот. Но, да, в этом есть несправедливость. В том, что вся система, она американцами была заблаговременно продумана. И действительно базируется на долларе, как на единственной резервной валюте. В нем номинированы большинство контрактов финансовых, сырьевых. И хотели страны сами уйти от этого, но оказалось, что это не так-то просто. И все это было неспроста. Все это было заранее продумано, что в случае, действительно, если с Америкой вдруг происходят какие-то катаклизмы, то мир, как говорится, тонет вместе с Америкой. То есть он вынужден ее поддерживать, как бы то ни было, чтобы действительно не утонуть. Наш совочек, к сожалению, здесь не уместен. И нам в него песочку не насыпят. Беда. Ну, я в любом случае думаю, что катастрофе какой-то глобальной не приведет. Кстати, Максим, я хотел бы, чтобы ты озвучил этот тезис, который нам за эфиром сообщил по поводу, ну, может быть, не столько истории с Красными Полянами, касающиеся, а наоборот, касающиеся того, что же в конечном итоге, на твой взгляд, сможет помочь российской экономике, многострадальной российской экономике, ну, не печатный станок и не раздербанивание бюджетных средств. Высокие ставки. Высокие ставки. Нет, долговой рынок. Ну, то есть мы уже вот с вами изрядно оплевали, действительно, меры денежно-кредитной политики, то есть печатный станок. Мы не плевали на них, мы просто сомневаемся в их эффективности. Вот, чтобы стимулировать рост. Есть другой канал, это действительно увеличение, скажем, расходов бюджета, ну, например, там провести саммит где-нибудь там на Дальнем Востоке. Или тоже островная идея о Олимпиаду провести. Десятка-два миллиарда. Отличная идея. Вот, но только в итоге почему-то этот трамплин несчастный в Красной Поляне, там, семь раз оказался дороже первоначального уровня, да. Вот, то есть все это действительно ведет к раздербаниванию бюджета. Вот, к сожалению, от этого не уйти. Но есть нормальный путь. Что должно делать государство? То, что оно должно делать. Налаживать институты, не тратить деньги там на то и на это. Оно должно, деньги тратить должно на, не на какие-то супер там проекты, типа Олимпиады, не нужно это, и глупое дело. Ну, оно должно. Максим, что сделано. Да, что сделано, то и сделано, конечно. Оно должно, в первую очередь, совершенствовать институты. Это, например, арбитражные, арбитражные суды бороться с коррупцией и так далее. Знаете, есть такое выражение, хорошо владеете английским, вот я вам так скажу, wishful thinking. А кто плохо владеет, переведи просто, я не совсем понял, вы что и ругаетесь. Как это будет у нас? Ну, пожелательное мышление, что ли. Нет, да, да, такое, как сказать, несбыточное мышление. Нет, ну что-то где-то происходит, с коррупцией где-то как-то иногда. Знаете, наша парадигма российская, опять же, это сугубо мое мнение, и да, все заканчиваем, нет? Да, осталось мало времени, давай. Да, значит, чтобы у нас была низкая инфляция и высокие ставки, и тогда мы пролезем через эти кризисы. Ладно, спасибо огромное, друзья, я рад был вас сегодня видеть и слышать, тем более. Напомню, Владимир Жанковский, Максим Асачий, уважаемые слушатели, мы заканчиваем наш эфир. Спасибо вам за внимание, и как всегда мы будем в эфире на следующий день, завтра уже продолжим разговор о событиях. Всего хорошего, успехов на рынке.